На начальном этапе развития бизнеса во что необходимо вкладывать деньги? Именно с таким вопросом ко мне обратился мой друг, который увидел, что я записываю истории для Телеграма. Давайте ответим на этот вопрос достаточно просто. Мы вкладываем на начальном этапе развития нашего бизнеса все, что мы собираем, все тратим на выручку. Все на то, что приносит нам доход. Нам доход может приносить рекламная деятельность. То есть чем больше мы рекламируем свой товар, тем больше его смогут увидеть наши потенциальные потребители. Соответственно мы вкладываемся в рекламу. Мы вкладываемся в товар, который у нас приносит наибольшую прибыль. То есть мы не покупаем лишние товары, мы не увеличиваем сетку из товаров. Мы продаем только те товары, которые у нас лучше всего продаются. Это мы делаем на начальном развитии нашего бизнеса. Конечно, я бы хотел посоветовать вам перейти к финансовому планированию. Потому что финансовое планирование изначально должно предусматриваться перед тем, как вообще начать заниматься бизнесом. Поэтому мы изначально планируем, сводим все данные, которые у нас есть. Все, что мы узнали, увидели. Мы собрали это все в табличные данные. Ну и потом вводим какие-то графики, какие-то зависимости, чего от чего зависит, что на выходе получается. И на выходе мы хотя бы сможем увидеть у нас, какая динамика. Она положительная, она отрицательная или мы точимся на месте. То есть без каких-то таблиц и каких-то графиков это невозможно узнать. То есть можно, конечно, по наитию. То есть вот я вот чувствую, что я стал больше зарабатывать. А как ты стал больше зарабатывать? То есть как ты это можешь определить? В каком выражении? В натуральном процентном соотношении. То есть без, еще раз хочу сказать, без финансового планирования здесь никуда. Ну а если стоит вопрос, во что все-таки вкладывать деньги, то, конечно же, все, что приносит нам выручку. Если говорить уже о развитии каком-то, что мы уже не находимся не на начальном уровне, а находимся уже все-таки, скажем так, как организация, которая пережила целый год и уже, наверное, может начинать планировать какие-то, вносить нововведения, вкладывать в какое-то там развитие не только выручку, да, а именно в то, что является, например, инновацией. Инновационный продукт, это примерно тот же продукт, который был, но уже с какими-то внесенными изменениями или улучшениями, то есть который нам дает кардинальное какое-то преимущество перед конкурентами. Соответственно, вот это преимущество перед конкурентами, это может быть улучшение какого-то качества, улучшение качества продукта, оно может нам перенести в итоге дополнительный доход. То есть мы уже получать будем не 100% от нашего дохода, да, то есть а мы будем, например, получать там 105% там или там 125%. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, пишите комментарии, задавайте свои вопросы, буду рад вам ответить на ваши вопросы. Спасибо.